Привет, 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 друзья! Удивительно, но факт, чем ближе холода, тем становится жарче в украинском шоу-бизнесе. Ох, какой же насыщенной была эта неделя! Словами не описать. Все вам сейчас срочно просто возьму и покажу. Почему в Киеве расплакалась Аня Лорак? Пародия Макса Барских на Бритни Спирс. Ой, стоп-стоп-стоп, так, я сейчас вам выдам все секреты, и вы уйдете от меня на другой канал. Я этого не допущу, поэтому незамедлительно начну. Мальчики и девочки, ну, преимущественно, конечно же, девочки, которые родились в 2000-х годах, смогут смело заявить, что они выросли, ну, например, на песнях Макса Барских. А вот сам Макс о своих кумирах как-то, знаете, умалчивает, но его видео в Инстаграм раскрыло буквально все карты. Есть вся вероятность того, что Бритни Спирс в свое время была кумиром для самого Макса Барских. Вот не вру вам нисколечко, вы сами поглядите. На днях в Киеве состоялось грандиознейшее событие – танцевально-музыкальный спектакль «Фридом балет» «15 лет». На сцене Дворца Украины появились топ-звезды – Наталья Могилевская, Ирина Билык, Вера Брежнева, Макс Барских и Злата Огневич. Главной интригой вечера был «Спешл Гест», имя которого не раскрывалось вплоть до мероприятия. Специальной приглашенной гостьей стала несравненная Аня Лорак, которая впервые выступила в Украине после трехлетнего перерыва. Номер артистки закончился бурными овациями зрителей, между прочим, стоя, а сама певица была растрогана до слез таким теплым приемом. После этого видео, которое я, между прочим, обнаружила на странице Олега Боднарчука, к слову, именно он выступил продюсером и режиссером этого шоу, я тоже расплакалась. Не, ну послушайте, ну я же тоже сентиментальная. Ну здрасте, ну... Здрасте! Добро пожаловать! Поехали! Добро пожаловать! Стреляй! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Невероятные команды, не углубляют предпочтительных клиентов, потому что они, это что-то у нас в доме, в основном настоящий эффектив, большая защищение сегодня, и мы очень тщательного процесса. И, конечно же, вы со мной понимаете, что опять на этой системе, но за то, что вы понимаете, мы живем! Спасибо! Живем вас! Ой, Господи, вот слава Богу, что уже конец недели, ибо понедельник, как мы все знаем, день тяжелый, и тяжелый он не только для меня, но и, как оказалось, для наших звезд в том числе. Известный комик Евгений Кашевой своим видео в Инстаграм зарядил меня на всю эту и, я уверена, на следующую неделю. Порцию позитива я хочу подарить вам. Вот теперь смотрите и наслаждайтесь! Всем добрый день! Знаете, что подумал, это ввторок, да ну и в понедельник не особо хочется вставать зранку и идти на работу там. Ну комусь, потому что я свою работу люблю. Это я так, для галочки. Вот. А тем, кто там працюет и не очень любит свою работу, хотя я надеюсь, что таких очень мало у вас, вот прикиньте, он вам скажет, значит, босс вас, ваш босс вам скажет, а не, вы ему скажете, господи, ну не хочу я уже працювати. Ну. А он вам, ну попрацюй еще трошки. А вы ему, а сколько еще працювати? А он вам, ну еще немного. Вот такие позитивы вам. Днем у ввторок. Ха-ха-ха. Скоро души новая будет в квартале. Дивите, следуйте за программой. Чтобы у наших врагов вроде пирья поросло. Вот так. Получайте. О моей любви к животным, особенно к собакам, ну не знает только ленивый. Так вот, как оказалось, Алан Бадоев не только культовый режиссер и отличный отец, но еще и хороший хозяин для своей собачки. Называет он своего песика мой самый нежный и выкладывает с ним трогательные видео. Алан, это вот все, конечно, хорошо. Но зная твой бешеный ритм и сумасшедший съемочный график, вот скажи мне, ты когда успеваешь-то собачку свою выгуливать, а? Или не выгуливаешь? Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, как вы, друзья, но я уже и позабыла, что Лена Темникова – экс-солистка группы «Серебро». Сольный проект Темниковой разошелся, ну не на шутку. Лена собирает огромные залы с многочисленными поклонниками, а ее песни поют зрители в унисон. Вот лично для меня Темникова – наглядный пример того, что успешной сольной карьере быть, даже если ты ушла из легендарной группы. Откуда у вас эти сердца? Как вы все договорились? Откройте мне секрет, я никогда в жизни масштабно настолько не видела ничего. Как это делается? Стоял добрый человек на входе, всем раздавал? Нет, сами делали? Ребята, вы... Можно сними, пожалуйста? Эти капли по телу совсем не от дождя, а знаешь, незаметно на твоих руках. Я не чувствую вдох, пока добавляешь мне яд. В бокал мы, походу, сошли с ума этой ночью и тобой. Вот скажите мне, а вы помните строчки из вот этой популярной песни «Ну что ж ты страшная такая? Ты такая страшная и накрашенная страшная и накрашенная?» Девочки, вы на меня, конечно, не злитесь, но все вы без мейка с утра не очень. Ладно, все мы без мейка с утра не очень. А если вы вдруг не умеете правильно красить губы, то с этого момента у вас все получится. Потому что мастер-класс прямо сейчас вам даст сама Риана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я лично не знаю, как буду выглядеть, когда мне будет подполтос, но очень бы хотелось быть ничем не хуже Дженнифер Лопес. Певица выложила у себя на странице видео с репетицией и кто б сказал, вообще в жизни б не поверила, что Джей Ло на секундочку уже целых 48 лет. Танцует, как я, каждую пятницу. А выглядит, дай бог каждому. Так, пока я еще свежа, вообще подождите, свежа я еще буду как минимум лет 20. Но программа у меня не бесконечная, поэтому пора мне с вами прощаться, но ровно до следующей недели. И вообще, вот мой инстаграм, и вы знаете, всегда велкам. Ваша Ева Субботина. Пока!